если повезет следующий приезд вентябре сюда съезжу поверну в эту сторону один раз проезжала еще при бабушке на другом велике вот туда поворот дорожка идет не буду заезжать вообще тут словила внезапно интернет даже проверила почту короче поворот на степаново дедушкина деревня и вот по дороге возвращаться практически прямо никуда она не по ними сразу сворачивая именно по ней вот основная такая дорога до перекрестка и потом еще раз прямо с горки на горку тоже горки на курку минуя перекресток смертной деревни ашалаева будет уже вот прямо наша уже полуживая немножко неживая фирма но именную фирму справа если объехать и там по тропинке по усадьбе и еще раз уже налево то как раз вот мой дом вот уже будет массивская сейчас я вообще цель дороги проехать глянуть на дом наш бывший на чем написала вконтакте ки кто там подписан на меня на меня тут еще хоть и человек подписался все вы можете подписываться на страничку вконтакте посвященную каналу и манге все перевожу на мушки на мою страничку этом чаще пощу что-нибудь такое короче вот тут даже с телефона фотку смогла сделать он меня сегодня полностью разрядился он вообще аккумулятор очень быстро разряжается еще быстрее чем был и ночью значит знаю еще вроде как была зарядка утром просыпаюсь 7 телефон разряжен поставила его на на зарядку а он и не включается думаю все трендерс он думаю ладно проснусь потом окончательно схожу к соседке попрошу позвонить к нашему сказать что я вот без телефона осталось но в итоге у меня внезапно умудрилась я все-таки включить и он даже лучше стал работать чем под последнего раба такие дела следующий раз возьму с собой экшен камеру хотя я уже записывала года год наверно за депту в прошлом году купила экшен на велики ездила своего соседа нашу соседа который мне стабильный велик давал даже в начале этого лета прикрепляла к сиденью сзади этот раз на роль поставлен короче есть как бы запись от этого пути но он хочу еще раз записать уже просто на он даже заехать и у нашего бывшего дома там как бы тряпинка есть проезженная но ничего не стоит этот дом который многие года живой он все еще живой там много что дети какие-то голоса были не знаю можно ли туда завернуть на смысл и как бы не запрещено чуть-чуть проеду но не буду не знаю буду ли снимать место сбора отличного шиповника совершенно случайно он там он для березки выпала всяких березок а тут вот внезапно был шиповник он там еще остался но он лежит внизу как бы я решила что пусть он там лежит в смысле остался и пусть остался может быть даже не видно но я сначала в кормах кладила вам а потом пакетики от собачек ничего не взяла старшина ну такого маленького взяла только ножницы на всякий случай ну а чё ножницы никуда же не положишь в них в общем вот так вот все туда ехала где-то по пути видела такое интересное дерево думаю на обратном пути гляну остановлюсь посмотрю за сниму может тоже но она мне пока не попалась а если люк не обращу внимание потому что доехал не обратил внимание вообще не заметил что шиповник то может быть я согласна этот шиповник если его ничего еще иного я пока еще не доехала до своей бывшей деревни где три года тусила летом там где бабушкин дом был ну и вообще изначально бабушкин дом был другой в этой деревне потом когда я там сколько-то лет стукнула они переехали более другой дом видимо более большие потому что их как бы стало пятеро детей ну четверо детей пятый просто как наскольку неизвестно в этом же уже доме родилась ночи вот так по-моему я все-таки монтировал тот ролик наверно какую-то свою музыку как я ехал оттуда секшн-камера и этот прудик кто смотрит деревенские влоги и этот плейлист деревенская видели уж не буду ставить велик на подножку и подходить отсюда просто приближу немножко думаю еще раз как не отсюда следить чисто уже поснимать но и по дороге и посмотреть внимательно может еще какое где интересное у него чем-то дорогам там будет сборки потом горку и перед сборки в горку поворота 2 на лево как раз если я хотят степанова стоять стеной на спиной степанова то вот прекрасно левая торгамина соответственно обратно направо казалось рябинка сейчас тут машина сигналила ну где-то там впереди это конкретно чихнула что похудела какую-то плицу на гугала но и да я немножко с этой ребенок тоже взяла но на поеду а то вдруг эта машина приехала и не даст мне посмотреть безопасно наш бывший дом ну как-то не знаю я когда помню на велике ездила еще с фотиком еще никаких видеоблогов не снимала просто постила текстово-фоточные блоги в жире в основе то там какая-то мадама хозяйка тогдашняя которая разобрала нашу половину а другую половину слегка обделала увидев меня запрелась изнутри хотя вообще в этих местах принято что как бы если человек приехал посмотреть свой бывший дом даже чисто посмотреть на него не обязательно заходить внутрь по большей части правда заходит внутрь но посмотреть снаружи вот на свой бывший дом бывшие хозяева тут как бы нормально в норме а потом ночью бы я сделала очкарик женского пола на велике с фотиком такие странные люди бывают сейчас там другие хозяева мне сказали родственники вон там дороги нету там прудик и как проходите ушек не помню и раньше-то как-то буерочно было короче говоря как-то мне стремно было там камеру всех этих хрен знает этих людей вот то что это средний дом вот там вот видно я приближаю это видимо у них баня вот этот крыша я думала что-то дом на самом деле это сара я сам думаю не видно отсюда там он за елками вообще очень прилично такая территория обехоженная и вот они тут как мне дядечка один из степана который 6 лет уже москвич купивший дом степанова живет там кругу годично попался прошлый раз когда берем ехал он на машине поехал до перекрестка целый автобус купил себе пиво как он сказал в магазине при лоском и вернулся тем же ходом потом на машине вернулся вышел на перекрестке он сказал что здесь вот только один дом круга годично живет хамина тут три дома так и уже очень давно в таком состоянии у нас эти похожи типаж дома есть егоровский массивском я не знаю его видимо или не продали или не купили или почему дети хозяева но вполне можно как бы обиходовать и тут жить но что-то как-то не сложилось читая что тут и связь тобой лучшую все на сельском в этом году вообще с каждым годом все хуже и хуже и вот там такой домик ну сейчас уже никого не видно никаких детей в думаю может машина отсюда уезжали какие-нибудь там дети приезжали к хозяевам дорога тут вот как есть так и есть бывший дом точнее половина от того дома который был полноценным по моему все же кто-то есть дверь открыта но машина нет не знаю стоит подходить или нет но что у нас это голоса слышно слегка по крайней мере издалека на него посмотрел следующий раз ему что-нибудь никого тут прощение проедешь тут вообще где-то печнина была но и кирпичи сейчас на я думаю так это остатки от прежних домов да тут не появился какой-то рисок хотя подобный лесок подгораживает степанова от храми на вообще нет 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 нет